В следующие четверть века с новой концепцией – открытого российского кинофестиваля. После распада Советского Союза действующее кинопроизводство сохранилось лишь в нескольких центральных студиях. Республиканские центры оказались за границей. В итоге зритель потерял кино, которое иногда называют своим. Сегодня идет его возрождение, но уже в масштабах России. Оказывается, что это интересно, потому что в Якутии давно уже такой ренессанс в рождении кино. Там порядка 10 картин снимается в Башкортостане, в Карелии, в Чувашии, на Северном Кавказе. Мы не отходим от сотрудничества со странами СНГ, будет представлена небольшая панорама фильмов. Но время диктует свое, и поэтому мы все-таки обращаем внимание на нашу страну. На то, как живет наш народ. У нас страна многонациональная, нам кажется, это интересно. По словам Сергея Новожилова, география короткометражного кино будет значительно шире. Этот жанр более доступный, в том числе для начинающих кинематографистов. Впервые на фестивале представят документальные фильмы. Показы будут проходить в кинотеатрах «Мир кино» и «Монитор» в городском театре. В этом году фестиваль пройдет под знаком 80-летия со дня образования Краснодарского края. Открытые показы на театральной площади откроют фильмом «Кубанские казаки». Будут концерты и традиционные гастагаевские встречи. Исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков поручил поддержать новую концепцию. Организаторы фестиваля высказали свои пожелания муниципальным службам. Необходимо бесперебойное электроснабжение, транспорт, около 100 волонтеров, места для проживания гостей и участников. Организаторы подчеркивают, киношок не должен быть фестивалем в себе. С 3 по 9 сентября Анапа начнет жить в ритме современного кино и участником этого движения сможет стать каждый.